Имиджовый покой, выратовальные службы и пляцовка безопасности для молодых родителей открылись в Гомельской областной детской клинической больнице и на базе лицея МНС. Основы безопасности дома, на улице, при пожаре, на родце будут доступны рассказывать детям про сгульни, мультфильмы и иллюстрации. Родители научат правильно действовать при надзвычайных ситуациях, в которых могут опынуться их дети. Нагадаем, первый гульнявый покой по профилактике надзвычайных ситуаций открылся в травматологическом отделении Головной детской лечебной установки региона в вересне минулого года. Зараз другая гульнявая разместилась в лор-отделении. Гулять и научаться тут можно каждый день под наглядом выховальников. Что тыдень особные занятки с детьми будут проводить работники МНС. В день открытия юных пациентов забавляли аниматоры. После веселого представления гульни с наглядно выявленными материалами и миниатюрной пожарной техникой. У гульнявой размещенный телевизор с великим монитором. Как показала практика, прогляд мультфильмов об розных надзвычайных здарениях для детей – один из любимых моментов в научании. До помощи в закупце обсталявания для имиджевого покою оказали организации и предприемства в области. Стены гульнявой своими руками оформили супрацовники Гомельского городского подразделения МНС. Конечно, это все, я считаю, очень здорово. Детки должны знать, приучаться с детства, знать, что такое МЧС у нас, что такое номер МЧС какой. И все для детей, конечно, должно быть рассказано, показано. Здесь обучение будет проходить в любое доступное время, ребенок может всегда, комната будет открыта, прийти самостоятельно поизучать. Ну и по мере возможности наш сотрудник будет приходить и проводить в рамках тематических акций, республиканских акций, проводить занятия и доводить ребятам определенную информацию. В зависимости, опять же, от сложившейся обстановки, от актуальности времени года. У Центра безопасности на базе Лицея МНС до 8-го соковика промерковали открытие новой навучальной плясовки «Покой для молодых батьков». Это имитованная квартира с макетами меблей и бытовых прилад. Так, на прикладах, батьки могут доведаться, как организовать жилое помешкание, чтобы избегать травмирования детей. Наведленников научат правильно оказывать первую допомогу, если несчастный случай, все же таки, сдарился.